Урал катастрофически милеет. Сторожилы западно-казахстанской области не помнят, чтобы вода уходила настолько сильно. В русле реки образовалась большая отмель, по которой можно дойти до середины водоема. Вода падает не в силу климатических условий, но и в силу антропологического влияния достаточно сильного. Из-за того, что у нас увеличилась среднестатистическая температура, то у нас увеличился водозабор, водопотребление. И как только процедура достигнет критической массы, я могу сразу смело сказать, что реки больше не будет. Будет отдельными фрагментами где-то протекать. Экоактивист говорит, что Россия сократила сброс воды в Урал. По его мнению, для решения проблем необходимы масштабные исследования. Руководитель областного отдела водных ресурсов связывает обмеление с климатическими и антропогенными факторами. И с действиями российской стороны, где берет начало река. В июне поехали, они так и нам добро не дали. Мы просили хотя бы 60 кубов на два месяца, они так и нам не дали. Весь лет где-то по 30 кубов ежесекундно давали, сели клят, пускали воды. А потом уже месяц лишним назад, уже на 15 кубов, даже полтора месяца, на 15 метров кубов бы сбросили. Совсем мало. Это сели к лидию. Чиновник говорит об обмелении реки Сакмары, которая впадает в Урал, на территории России, в Оренбургской области. На это, по его словам, влияет и строительство водохранилища. Вот посмотрите, сегодня уже полностью прекратилась течь на реке Сырдарья. Все, остановилось полностью. Уже вода вообще не течет. Видите, да? Милеет и некогда полноводная река Сырдарья. После съемки этого любительского видео вода стала немного пребывать. Об этом сообщила орала Сырдарьинская бассейновая инспекция. Сырдарьинская бассейновая инспекция.